563 150 доз вакцины от гриппа уже поступили в Самарский регион. В первую очередь прививаются дети, студенты, медицинские и социальные работники, лица с хроническими заболеваниями и люди пожилого возраста. Пациентки Нельской больницы Евгений Сорочинский от гриппа вакцинируются ежегодно вместе с членами семьи. Жена приболела, мы должны были вместе. Но сейчас она немножко, недельку, через недельку она придет. Но она медик, она за мной следит и сама. В силу прививки, верит и Ольга Таджиева, недавно она привелась от новой коронавирусной инфекции и вот теперь решила вакцинироваться от гриппа. Девушка даже ведет свой календарь, стараясь не пропускать ревакцинацию. Думаю, вот эта периодичность, она поможет сохранить жизнь. И, скорее всего, так она и есть. Только в Кенельскую центральную районную больницу на днях поступило более 6000 доз вакцины. Прививочный кабинет здесь работает круглосуточно. Вначале желающих вакцинироваться осматривает терапевт. Затем, если состояние здоровья не вызывает опасений у медиков, пациентов отправляют на иммунизацию. В Кенельском районе ее прошли уже свыше тысячи человек. Врачи дают некоторые рекомендации в связи с параллельной прививочной кампанией против COVID-19. Вакцинироваться нужно здоровыми, без признаков респираторных заболеваний и отмечают, между прививками от новой коронавирусной инфекции и гриппа должно пройти не менее месяца. Между вакцинами от гриппа и от ковида должно пройти 30 дней, то есть месяц. И желательно сначала привиться от ковид. У нас есть три вакцины, которые существуют на территории Российской Федерации. Все они присутствуют у нас в нашей поликлинике, и мы ими прививаем. И, значит, через 30 дней после прививки от ковид надо делать прививку от гриппа. Это позволит максимально защитить себя и своих близких от данных вирусных заболеваний. В этом году охватить профилактическими прививками против гриппа планируется не менее 60% населения региона. На сегодняшний день в Самарской области уже привиты 248 104 человека. Среди них 89 481 ребенок. В этом году мы работаем четырехвалиентной вакциной, это ультрис, квадрифорты. В том году мы им начинали работать. Он дал очень хорошие результаты, то есть у нас, в принципе, никто и не болел. То есть хорошо переносится, не болеет, проблем нет, температура не поднимается. Прививать этой вакцины можно детей, начиная с 6-месячного возраста, подростков и взрослых до 60 лет. Медики напоминают, что в период распространения коронавирусной инфекции особенно важно не допустить циркуляции двух инфекций – ковида и гриппа. Поэтому необходимо вакцинироваться. Ольга Павлова, События.